Всем привет! Мы на Октябрь Пати 2017 и с нами сегодня группа Дахак. Привет, ребята! Привет, привет, привет! Как вам выступление, как вам площадка, аудитория? Мы здесь были на открытии этого клуба, Model T, примерно год назад, в декабре. Было очень похоже по сфере, по настроению, нам сразу понравилось. Клуб, скажем так, не супер топ-клуб, но здесь очень классная атмосфера, здесь всегда очень приятные люди, очень хорошая движуха, нам здесь понравилось. Что касается самого выступления, но мы стараемся всегда как-то на одном уровне, независимо от площадки. Если людям нравится, значит, мы выступили хорошо. Я думаю, всем понравилось, значит, мы ей тоже не подкачали. Довольно бодро выступили, на самом деле. Было очень тепло, очень эмоционально. Скажите, но вы до этого объехали целых 150 городов, насколько я помню? Как вообще удается сохранять работоспособность? Столько энергии, столько драйва от вас? На самом деле, это немножко ошибочная информация. У нас было 150, хотя сейчас, наверное, уже больше концертов, но тем не менее, как бы у нас были небольшие туры, у нас, естественно, были поездки в другие города, один концерт к ряду, то есть концерт за концертом шли, и бодрость получается сохранять. Но я не буду лукавить за счет хорошего настроения, иногда за счет алкоголя, за счет какой-то общей такой бодрости, за счет юмора, хотя, конечно, это, ну, изматывает. Вот, в любом случае, это всегда весело, это всегда крутые воспоминания на всю жизнь. А как вы восстанавливаетесь после концертов? Как ты восстанавливаешься после концертов? Вот так вот. Никаких лишних слов. Просто. Я просто большой любитель ИПы, Indian Pale Land. Попробуйте, очень вкусно. Вот рекламка пробежала, и большая. Выходите в бар, заказывайте. Давайте поговорим о приятном. Были ли какие-то сюрпризы от фанатов? Какой из них был самым запоминающимся? Ну, были такого личного характера. Девушка сделала тату с названием нашей песни. Ну, это было довольно. Вот. Было... Вообще было много, честно, таких... Не то что сюрпризов, а после концертов случаются какие-то откровения. То есть подходят люди, которых ты видишь впервые. Например, совершенно недавно, вот летом мы играли в Калининградской области, в городе Черняховск. Это небольшой город. И к нам пришла целая группа людей, которые никогда вживую нас не видели. По-моему, они даже никогда не бывали в Москве. Просто узнали о нас как-то через интернет. А потом увидели, что мы приезжаем. Да, и у них случился культурный... Пришли и выразили, и выразили весь свой респект нам. Да, мне кажется, они просто были немножко в шоке от случившегося. Но, тем не менее, вот, очень приятно, что даже вот на границе с Европой люди пришли конкретно на нас. Это было здорово. Это действительно прям заряжает. А еще мне очень запомнился подарок от одной девушки. У нас была, ну, скажем так, просто фотография общая, да? А она взяла и с этой фотографией просто нас нарисовала. И вот сейчас этот рисунок визит у нашего вокалиста, у Игоряна, дома на стене. Да, был такой. На почетном месте. Да, в рамочке. Вот скажите, а когда объезжаете города, было ли такое, что вы вообще забывали, где находитесь, путали названия городов, терялись во времени? Нет, ну, я не буду лукавить. Я не сказал бы, чтобы мы выступали в совсем каких-то там маленьких городах. Да, это бывало. Вот раз за разом. У нас в основном какие-то, ну, скажем так, такие точечные вылазки. Вот, то есть мы ездим на какие-то крупные фестивали, на какие-то крупные стейшны. Вот, поэтому, чтобы мы забывали название городов в каком-то там, я не знаю, пьяном угаре, ну, конечно, такого не было. Вот, мы стараемся как-то не искать удачу, да, в микроавтобусе, а ездить куда-то предметно, где нас ждут, где мы получим эмоции, где отдадим эмоции. Вот, поэтому какой-то путаницы, но об этом речи не идет. Было ли какое-нибудь безумное приключение, которое с вами случилось за это время? Что-нибудь необычное, шокирующее? Было, было. Тебе есть, что вспомнить? Безумное приключение. Одно вот каждую неделю. Бесконечно, да. Каждая наша вылазка – это безумное приключение куда-то. В Москвы. Что самое интересное, вот куда бы мы ни ездили, у нас нет ни одного такого места, которое бы о себе оставило негативные воспоминания. То есть, это еще один фактор, который удерживает вот нас вместе, как панду, то, что мы умеем вместе отдыхать и дусоваться после концертов. Да, я могу, кстати, предметно даже вспомнить насчет впечатлений. Опять же, я не буду вспоминать совсем давние, там, когда мы ездили в Екатеринбург, когда мы ездили в Питер в прошлом году, в Бинск, например. Естественно, там было очень круто, было очень много позитивных эмоций. Мы сами вот группой отдыхали, смотрели город. Из недавних, я вспомню опять же, вот этот вот город Черняховск, вот эти люди, о которых я говорил, которые пришли целенаправленно на нас, они устроили нам в ночи, прям такую целенаправленно устроили нам экскурсию в средневековом рыцарском замке, который называется Истенбург. Да, и мы ночью после концерта лазили по катакомбам, нам девушка-экскурсовод внутри этого замка с фонариком устроила такую приватную экскурсию. Это было реально круто, это запоминается на всю жизнь, но это очень сильные эмоции. Ну вот, кстати, и про сюрпризы вспомнили. Скажите, ребят, у вас название взято от персонажа Докака из «Принца-версия». А почему именно «Страж времени»? Слушай, ну, на самом деле, я не хочу грузить наших зрителей всякой лишней информации, я просто хочу сказать, что Докака – это изначально очень-очень древнее божество из одной восточной мифологии, которая была, скажем так, использована разработчиками в качестве вот такого вот негативного персонажа в игре «Принц-персии», которую я одно время очень-очень активно играл, когда еще у меня не было группы, я активно искал ребят. Вот, я играл «Принца-персии», мне очень понравился этот персонаж, я подумал, что это классное название для группы, и, честно говоря, у нас нет никакой привязки ни к зороастризму, ни к какой мифологии. Докака – это просто что-то такое мягкое одновременно, и жестокое, и что-то и плюшевое, и колючее. Ну, вот, как-то так. Это просто эмоции. Вы часто упоминаете о том, что мечтаете выступить с вашими кумирами. С кем уже, возможно, удалось выступить? А, может быть, мы вскоре уже увидим результаты творческой работы с кем-нибудь звездным? Ну, вот, пусть парни анонсируют наш концерт 18 октября. У нас есть, пополнится скоро наше резюме нашей группы еще одной галочкой. Ребят, расскажите. Да, это австралийская группа «Твеллфуд нинджа». Они играют невероятную смесь. Фьюжн Корр они называются. Да, Фьюжн Корр. Просто все стили, от самого жесткого, долбилого такого джента до, там, вставок из латины, джаза, там, вообще, там, вот, все-все-все-все. Они очень... Но нам они очень нравятся, потому что они играют... У них в их музыке есть юмор. Да, это самое главное. В музыке обязательно должен быть юмор. Вот, и 18-го числа я уверен, что мы вместе с ними посмеемся, как следует. Пошутим. Да. Пошутим. Пошумим. Пошумим, да. Есть ли такие места, в которых вы мечтаете выступить? Конечно. Их очень много. Если говорить даже о Москве, существует целый ряд площадок, где мы пока не выступали. Я не буду лукавить. Я хочу сказать, что мне бы, ну, как и ребятам, хотелось выступить в Yota Space, например. Мы опустим все организационные сложности. Пока этого не случилось, но я очень надеюсь, что мы там сыграем. Естественно, это Stadium Life. Это клуб 16 тонн, в который мы по какому-то невероятному стечению обстоятельств еще до сих пор не играем. Вот. Таких мест много. Если говорить о каких-то зарубежных местах, ну, не знаю, это клуб тракадыров в Филадельфии. Это, не знаю, основные, вот, главные какие-то рок-клубы в Лондоне, да их навалом. Нас всегда возбуждает какая-то большая площадка, большой звук, когда есть пространство. Естественно, чем больше людей, тем больше отдачи каких-то эмоций для любого музыканта. Мы хотим выступать там, где много людей, где ты чувствуешь энергообмен, где ты понимаешь, что ты живешь не зря. Вот это очень важно. А площадка, ну, это просто название. Хорошо, давайте представим. Закроем глаза. Мы медитируем и представим, что все, чего, о чем вы мечтали, вы уже добились. У вас есть признание, многомиллионная аудитория, ваша пластинка стала платиновой. Что бы все делало дальше? То же самое. Писать музыку, играть песни. Я поеду на раскопки археологические, ну, на время. Вот. И собаки, собаки. Вот. Пункт. Собаки должны быть у меня. Какой осень? А? Какой осень? Ну, только других пород. Вот колли я очень хочу. Не знаю, мне как-то с детства нравится. Как 90-х. Я бы, ну, я, значит, я из 90-х. Вот. Я бы хотел парочку собак, вот, где-нибудь, там, за городом, чтобы они бегали. Было бы круто. Может быть, я мыслю как старик, но не знаю. Мне бы это очень понравилось. У вас уже есть животные? У меня две кошки есть, конечно, да. Как же собачки? Собачки есть вот у нашего гитариста. А собак ты только мечтаешь завести, да? Да, потому что мне сейчас не позволяют условия, да и кошки не позволят завести собак. Там уже свой матриархат и... Я всегда хотел кота, блин, чтобы у меня дома бегал кот. Но у меня есть собака, поэтому я не знаю, как это совместить. Можете поменяться просто. Хорошая идея. Вы решили не исполнять песни на русском языке. Есть ли какие-то сложности во взаимодействии с фанатами, когда вы говорите с ними не на их родном языке? Я сейчас сделаю маленькую поправочку сразу. Мы работаем над тем, чтобы у нас появились песни на русском языке. Уже мы говорили в других каких-то интервью, что это крайне непросто писать действительно глубокие и талантливые тексты на русском языке. Это требует определенных... Это требует определенной душевной смелости, чтобы это была не просто какая-то пустота, а чтобы это было что-то цельное, личное, при этом очень без норовоучений, без какого-то морализаторства. Поэтому мы потихонечку идем к русской аудитории. Конечно, многие не готовы к тому, что мы поем на английском. Это своеобразный негатив, который мы встречаем иногда, что, мол, ребят, почему вы не поете по-русски? И это действительно имеет право на жизнь, вот такое мнение. Пока не складывалось, но я могу абсолютно всех заверить, что мы работаем в этом направлении, мы обязательно что-нибудь покажем. Скорее всего, это будет не отдельная песня, будут трансформации песен на английском в русском варианте. Пока таких песен немного, я могу сказать, что я сделал тексты для трех песен, вот, но мне кажется, это будет интересно. Для нас это тоже будет шаг. А действительно сложнее донести до слушателя на английском языке, нежели чем на русском? Конечно. Конечно, потому что английский язык для неискушенного слушателя это инструмент. Ну, просто это красивое сочетание звуков, это еще один инструмент в музыке. То есть, когда ты поешь на английском, у тебя нет еще одного козыря. Это вот этого глубокого смысла. С другой стороны, ну, не знаю, мы изначально музыканты, мы не поэты. Вот. Поэтому как-то пока не складывалось. Но я еще раз повторюсь, мы работаем в этом направлении и будет обязательно. У нас обязательно будет русскоязычная песня. Вот так. Хорошо. Возвращаясь к вашим целям, что каждый из вас ждет от музыки? Что именно вы реализуете? Потребность в успехе, в славе, в любви, какие-то более высокие духовные ценности? Чтобы наши песни нас пережили. Не, ну, конечно, самая главная цель это то, чтобы наша музыка нашла максимально широкого слушателя. Это абсолютно точно. Что касается самого творчества, да, ну, наверное, каждый раз прыгать выше своей головы, искать какие-то новые звуки, какие-то новые аранжировки, какие-то новые сценические, скажем так, действия, какие-то перемычки между песнями, шоу, грубо говоря, да, то есть с каждым разом возникает новая идея и очень интересно их реализовывать. Это самое главное в жизни, ну, не только музыканта, а вообще любого творческого человека, художника, режиссера, без разницы. Я давно уже сам себе говорю, что музыка это не цель, это путь. Музыка это путь, который ты либо идешь по нему, либо где-то останавливаешься, и он заканчивается, либо идешь быстро, либо идешь медленно, спотыкаешься, падаешь, встаешь. Это развитие. То есть музыка, исходящая от музыканта, это спираль, и мы растем вместе со своей музыкой. Музыка изменяется. Кому-то это нравится, кому-то это совершенно не нравится. Некоторые спрашивают, почему вы не играете такую музыку, которую вы играли там семь лет назад. Но все развивается. А если вернуться непосредственно к изначально заданному вопросу, то я не буду обманывать и скажу, что, естественно, нам важно перед собой видеть огромное количество рук, глаз, чтобы чувствовать вот этот вот энергообмен, о котором я говорил. Это самое главное, это то, благодаря чему живет любой музыкант. Даже если он интроверт, он все равно, как мне кажется, я глубоко в этом убежден, он втайне мечтает о том, чтобы его музыка нашла свое признание. Поэтому мы стремимся к признанию. И тем не менее, даже если какие-то, ну, иногда, мы не всегда получаем какую-то отдачу там, чтобы можно было с утра на следующий день проснуться и вот просто открыв глаза сказать «Вау!». Такое бывает, конечно, не всегда. И именно поэтому это путь, который нужно проходить, если ты читаешь себя музыкантом. Вот так. Расскажите, пожалуйста, поподробнее о ваших ближайших планах, чем планируется порадовать ваших поклонников, куда хотите их пригласить. Ну, опять же, напоминаем о том, что 18 октября у нас в Зил-Арене будет действительно большой, мощный концерт с большим, настоящим, недетским звуком, с отличным, всемирно известным коллективом. из таких ближайших планов набивший оскомину многим альбом, которым мы все... которым мы пытаемся разродиться. Вот мы решили, что мы будем выпускать альбом по синглам. Когда это случится, я не скажу, потому что не хочу загадывать и... чтобы не было никаких недопониманий. Вот. Ну, и, как было сказано, попробовать сделать что-то на русском языке. Пара слов нашим зрителям. Слушайте музыку классную, помимо хайповой, еще какую-нибудь такую, которая никому не нравится, но нравится вам и, возможно, когда-нибудь она понравится всем. Вот. Любите животных, не знаю, никого не обижайте за зря. Вот. Вот у каждого в жизни есть мечта. Без разницы, там, музыканты, там, кто угодно, какой-то менеджер по продажам, там, бизнесмен, какой-то клерк. Вот у каждого человека есть мечта. Не предавайте, ребята, мечту. Это все, что у вас есть. Все люди, которые приходят и уходят, они... Все люди, которые приходят, они в итоге потом уходят, а мечта у вас остается одна. Не предавайте ее, следуйте ей и добивайтесь ее. Она обязательно исполнится. Антон, ну, пожелать что-нибудь... Ну, пожелаю. Умеешь говорить тосты? Слушайте то, что вам действительно нравится, а не то, что нравится другим. И... Не то, что вас заставляют слушать, находите то, свое, настоящее. Да, и обязательно болейте за московский локомотив. Только волка, только волка, только волка. 18 октября приходите на концерт группы Дакака. А с вами был Инсургент, Курьянова Юлия, группа Дакака. Спасибо всем. Peace, ребята. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok